Школы Республики проверяют на готовность контролирующие ведомства. Роспотребнадзор, пожарные и специалисты управления образования. Начиная с середины июня здесь частые гости. Как проходят проверки образовательные учреждения Якутска и что нового будет в образовательном процессе в следующем сюжете. Приемка образовательных учреждений в этот раз началась с 27 школы. Комиссия от управления образованием из трех человек начала свою работу с документацией, а после отправились по школе. Как отметили в управлении, грубых замечаний с их стороны еще не получила ни одна школа. А если и есть недочеты, то они будут устраняться в ходе учебного процесса. За этот период уже проверены 38 школ. Пошнадзор проверил 26 учреждений. С нами ездят сотрудники Роспотребнадзора с отдела охраны труда, проверка персонала, как они обучились, прошли ли они все эти нормативы. Напомним, нововведениями этого года стало обязательное преподавание астрономии. Как оказалось, в 27 школе эту дисциплину дети изучают давно. Школы отличаются своей направленностью художественно-эстетического характера. Здесь есть класс хореографии, театральные кружки и не только. Ну а что касается ремонта, в этом году провели капитальный. Зданию школы уже больше 50 лет и в этом году заменены окна, сантехника, пол, подлата на крыша. В этом году мы открыли дополнительный класс в первый, открыли дополнительный класс второй. На базе нашего филиала балетная якутская школа, колледж, это второй класс. И в этом году нам город выкупает здание дополнительное по улице Резинского, потому что разрастается наш микрорайон, где будут наши дети учиться, потому что школа переполнена, и чтобы начальная школа училась в первую смену, мы туда потом частично перейдем. До 2020 года в первую смену будут переведены ученики начальных классов, а также выпускники. Ну а ликвидация второй смены для остальных учеников с пятого по девятый классы запланирована сразу после. Для того, чтобы учиться только с утра, необходимо строительство зданий, капитальный ремонт, оптимизация загруженности школ и не только. Что касается оптимизации образовательного процесса, ну здесь каждая школа еще изыскивает свои ресурсы. Может быть там можно, значит, каким-то образом использовать, скажем, определенные помещения. Вот я видел, например, даже, что в пятой школе, скажем, да, некоторые образовательные процессы в коридоре. Там их прямо устроили этот экран, где, значит, ребята могут там что-то такое смотреть. В День знаний для учеников откроют двери 652 учебных заведения Якутии. 1 сентября – настоящий праздник для первоклассников. И сегодня в республике принимаются все меры, чтобы их обучение началось с комфортом. Юлия Великодная, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.